Физическая активность осенью какая должна быть? Во-первых, больше отдыхать и, как я уже сказала, заниматься в меру. То есть если вы занимаетесь активно, у вас должно быть восстановление тоже достаточно. Не перенапрягайтесь, занимайтесь для того, чтобы получить от этого процесса удовольствие. Хорошо во время детекса выполнять ежедневные прокулки где-то минут 30, комплекс йоги 30 минут. Я понимаю, что для кого-то это мало, но если вы попробовали уже практику детекс-йоги, вместе с дыханием и выполнением вот этих движений именно плавно, вот именно плавное выполнение движений, оно достаточно сложное. Будет давать хорошую нагрузку в сочетании с физическими упражнениями детекс-йоги. И силовые упражнения можно выполнять в несколько подходов, то есть тоже не до изнеможения, не до лужи пота, а вот именно в таком сидящем режиме. И в принципе я думаю, что практика детекс-йоги, которая выложена, она хорошо для этого подходит. Там несколько хотелось бы слов рассказать про йогу и миф о похудении. Вообще считается, что лучшими средствами для снижения веса являются анаэробные или силовые нагрузки, и также интервальная практика, интенсивно-интегральная практика, интервальная практика с большим количеством подходов, либо динамические какие-то упражнения. Ну вот, в общем-то, все в йоге, в классической йоге, это, конечно же, отсутствует. Но есть большое количество также исследований медицинских, которые говорят, что йога не дает необходимый уровень физической нагрузки и анаэробной нагрузки тоже. Вот. И выходила моя статья в журнале Yoga Journal как раз на эту тему, то есть как йога связана с похудением. Тем не менее, да, почему, с чем это связано? Йога дает очень сильный парасимпатический эффект, то есть эффект расслабления. И это снижает метаболизм и дает склонность к набору веса. Вот эти медицинские исследования показывают, что люди, которые занимаются йогой регулярно, они набирают вес, потому что они даже смогли измерить, каким образом замедляется метаболизм. Замедляется он примерно на 13%. То есть можно сказать, что на 13% повышается риск набрать вес. Это достаточно большие цифры. Но все-таки, да, йога имеет и другие эффекты, такие как повышение уровня осознанности, да, например. Вы начинаете более внимательно относиться к тому, что вы едите, и как вы вообще выбираете продукты и так далее. Я немножко отвлекаюсь на ваши комментарии. И все-таки для большинства людей, которые живут в современном мире, причина лишнего веса – это не недостаток физической активности, да, а именно те условия, в которых мы живем, и тот выбор пищи, которую современные люди делают. То есть как пишет, вот, например, Наталья Роуз, да, и как она говорит тоже на курсе, как говорит мой учитель Наталья Роуз, да, она говорит, что все-таки лишний вес, он больше связан с накоплением в организме токсинов, потому что вот эти вот токсины, они начинают откладываться именно в жировых клетках. И, соответственно, это также создает, в свою очередь, склонность к тому, чтобы вес затем еще более набирался. Таким образом, если устраняются токсины из организма, лишний вес очень быстро уходит. И с этой задачей как раз-таки очень легко справляется йога. Ну, мое личное мнение следующее, да, на этот счет, что очень многое все-таки остается за пределами приборов и каких-то статистических наблюдений, которые проводятся во время вот этих вот медицинских исследований. Как я уже сказала, очень сложно измерить этими приборами уровень стресса, как снизился уровень стресса, да, после занятий йоги, насколько увеличилось ощущение счастья после занятия йоги, насколько вы стали осознанно, да, и так далее. А все это имеет куда больше эффект, чем интенсивность практики. И хотелось рассказать о трех особенностях практики йога-детокс. Это вообще эксклюзивный материал. Он выйдет скоро в журнале Yoga Journal. Вот, так что вы первые, кто слышит эту информацию. Значит, первое, на что вам нужно, практикуя вот эти занятия, которые я записывала, обращать внимание, это осознать те проблемные зоны в вашем теле, которые могут проявляться, да, проблемы могут в них проявляться, как стагнация, какой-то дискомфорт, зажим, негибкость, боль, напряжение. Я очень много людей встречала, которым сложно выполнять, вы знаете, плавное движение. Плавное движение, или которым сложно выполнять даже дыхание огненное, которое я показываю на видео. Вот, это связано тоже с определенными проблемами, да, вот где-то в теле. Очень сложно сказать, где именно, потому что человек должен наблюдать за собой, осознавать, с какой именно областью связаны эти затруднения. Но очень часто услышать вот эти вот тревожные сигналы сложно. И мешает нам в первую очередь сделать это стресс. Чем выше стресс, да, тем выработка гормона кортизола выше. И это нормальная реакция, в общем-то, организма на стресс, но кортизол считается одним из самых токсичных наших внутренних, он считается внутренним токсином нашего организма. Если человек постоянно напряжен, то уровень его чувствительности к внутренним и внешним загрязнениям притупляется. Таким образом, либо вот эти сигналы тревожные должны быть сильнее, что в свою очередь опять создает напряжение и уже риск прям конкретного развития заболеваний определенных, либо мы должны понизить уровень стрессовости гормонов, чтобы научиться все-таки слышать эти сигналы. Я говорила на самой первой лекции, что научиться читать вот эту вот книгу мудрости нашего организма. И с этой задачей прекрасно помогает нам справиться йога, потому что она дает как раз этот успокаивающий эффект и уровень тревожности понижает. И во время практики вы можете пытаться чувствовать, почувствовать вот откуда эти сигналы уходят. Очень хорошо начинать практику с массажа, который называется ньяса. Ньяса – это массаж перемещения внимания на разные участки вашего тела. У нас тоже есть видео, которое я записывала. Ну, как бы нет какой-то строгой последовательности выполнения этого массажа, нет никаких слов, которые нужно специально произносить во время этой практики. Вы просто постараетесь перед началом переносить внимание в разные области вашего тела и спроиздавать себе вопрос, да, как они себя чувствуют. И посылать им, как бы, опять обратный ответ, то есть желать им здоровья, долголетия, да, самому себе. Это дает очень хороший эффект осознанности, помогает хорошо прислушиваться ко всем ощущениям. То есть вы как будто бы становитесь локатором любых внутренних помех и учитесь их улавливать. Следующий момент – это пробуждение. И в процессе практики вы выполняете все движения очень плавно, очень расслабленно и синхронизируя их с дыханием, направляя все внимание внутрь, к тем зонам, где вы почувствовали на первом этапе вот это вот напряжение. В детекс-йоге нет упражнений на пределах возможностей, да, нету каких-то суперсложных практик. Вот, может быть, в детекс-йоге там нет такой очень интенсивной практики, да, и нет развития всех направлений тела, да, нет проработки всех возможных суставов, да, и мышц нашего тела. Потому что слишком активная практика, она может создать в теле все-таки дополнительное напряжение. Но на что мы делаем акцент, да, это расширение внутреннего пространства. Здесь смысл вот в чем. Вот, ткани нашего тела, они со возрастом насыщаются, если мы не проводим очищение, они насыщаются токсинами, шлаками и загрязнениями различными. Но это никогда не предполагалось, что все ткани нашего организма будут заполнены и насыщены. Нам необходим вакуум внутри, потому что именно если есть вакуум, то он как бы вытягивает вот эти токсины из тканей, и затем они выводятся уже через органы, да, вовне. И если ткани наши насыщены, да, заполнены, то возможность движения внутри них и вот какого-либо движения очистительного, она отсутствует. И происходит что? Происходит стагнация. Но как только мы создаем вот это пространство движением, опять же, практикой йоги, дыханием, то движение, опять же, очистительное движение, оно опять же возобновляется. Способствует этому асане, особенно на вытяжение, вот асана в висе, то, что дает вам какое-то освещение внутренней свободы. То есть движения могут быть вообще свободными, абсолютно свободными, без каких-то жестких рамок. Я очень многие асаны делаю совершенно с неправильными расстановками вот в этих комплексах, и не на этом важен акцент. Мне кто-то уже писал, что вы там кто-то делаете неправильно. Важна цель. Все остальное, то есть расстановки, какие другие части тела, это средства, обслуживающие вашу цель. Совершенно неважно, на сколько градусов я повернула заднюю ногу, на 60 или на 45. У меня вообще с другой целью как бы это делают. То есть и вы так же. Вы не относитесь к практике с строгими ограничительными рамками и какими-то канонами, догматичными очень. Относитесь к практике свободного потока. И следующий этап – это освобождение. То есть венчает практику детокс-йоги, обычно шавасана или йога-нидра в сокращенном варианте. Ну и просто отдых. Какой-то отдых с наблюдением ваших ощущений. Эта практика обладает хорошим успокаивающим эффектом, позволяет вам хорошо восстановиться, зарядиться энергией без любых дополнительных стимуляторов и дает энергию и силы в течение вашего дня, снижая при этом вашу реакцию, реакцию вашего организма на какие-то раздражители и стрессы. И такая медитация, такое вот небольшое расслабление, даже если вы не знаете, как делать правильно йога-нидру, я пока вам не рассказала, как делать шавасану, на какие моменты стоит обратить внимание. Неважно. Вы просто расслабляетесь, и это уже определенная медитация, которая позволяет вам достичь после практики состояния, как я уже говорила, состояния в йоге. Оно называется йогическая, сатвическая чистота, единство и пустота. Это, в общем-то, хорошо описывает состояние очищенного организма. Чистота, единство и пустота. По крайней мере, в той традиции, которую я практикую, мы стремимся именно к этому. И важно помнить, что очищение, оно продолжается и после физической практики за пределами маты, благодаря тому, что мы уже привносим в нашу жизнь новый уровень осознанности, через светлые намерения, через действия, через чистое питание, через искреннее взаимоотношение с другими людьми и через экологичное окружение. Основные элементы, я не успела сюда вынести, но ладно, основные элементы детекс-йоги это плавное движение, они лучше всего помогают стимулировать перистальтику кишечника, плюс очень глубокое дыхание, которое вы могли наблюдать, оно помогает насытить кислородом организм и в то же самое время вывести метаболиты, очистить самые крайние уголки ваших легких, где может застаиваться воздух, там тоже есть определенные внутренние складки и карманы, так называемые. И потение тоже происходит, потому что практика легкая на самом деле, то, что записано у вас, но она достаточно согревающая и с потом выходит всегда огромное количество токсинов. Хорошо, да, практику йоги хорошо начинать с массажа, с ньяс, это я уже говорила. Очень хорошо также, я еще скажу попозже, выполнять разогревающую простую практику, которая называется сукшма вьяяма. Ну, расскажу чуть-чуть попозже в этой презентации. Мы выполняем огромное количество виньяс, да, виньяс это динамические упражнения, как вы уже заметили в этой практике, потому что виньясы помогают сохранить внутренний жар. И также они, то есть разогревают тело, эффективнее выводятся токсины. Также виньясы помогают удерживать ваше внимание постоянно в практике. То есть они связывают асаны одна между другой и сами становятся одновременно с этим асаной. Асаной, но, как сказать, ликвид асана, ну, то есть как бы не жидкая асана, по-русски некрасиво звучит, а плавной асаной, наверное. Да, плавная асана. И вы остаетесь сконцентрированными на практике вот на тех трех аспектах, да, о которых я говорила здесь. И результаты будут намного большим, чем нежели будете выполнять отдельные какие-то асаны. Да, вот я очень часто видела, сейчас в России как-то начинает формироваться движение йога-детокс, но я просто видела, что совершенно без понимания это все будет относиться. Выполняются отдельные какие-то асаны. Но я вот не считаю, честно говоря, что отдельные асаны, они будут так же эффективны, как их практика вот именно в потоке, с постоянным присутствием. И, конечно,